Самой популярной демоверсией фестиваля Steam Next Fest неожиданно стала Dark & Darker — неспешная онлайновая экшен-РПГ от первого лица. Её одновременный онлайн перевалил за 100 тысяч игроков. В демке присутствует одна карта, где позволено спуститься в подземелье, выполнить несколько заданий, после чего вернуться обратно. При этом сражаться следует как с другими игроками, так и с монстрами. Заработанное и найденное можно тратить на улучшение экипировки. Авторы Dark & Darker конкурировали за внимание аудитории с Darkest Dungeon 2, Planet of Lana, Dark Envoy и другими весьма заметными проектами. Всем привет, это GSTV. Сегодня суббота, 11 февраля 2023 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Пока не включена трассировка лучей, Hogwarts Legacy чувствует себя на топовой видеокарте AMD гораздо лучше, чем на топовой карте Nvidia. Именно такой вывод следует из мини-исследования DSOG. В игре сравнивались видеокарты GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX. Обе видеокарты тестировали в разрешении 1080p с максимальными настройками, но отключенной трассировкой лучей. В некоторых случаях Radeon RX 7900 XTX оказалась на целых 30% быстрее GeForce RTX 4090. Отрыв Radeon от конкурента не всегда был стабильным. В некоторых случаях GeForce RTX 4090 уступала карте AMD 25-30 кадров в секунду. Иногда преимущество увеличивалось до 40 кадров в секунду. Как полагают в DSOG, причина такого отрыва заключается в драйвере Nvidia. Та пока не выпустила для Hogwarts Legacy оптимизированный драйвер. Творение Avalanche Software добралось до официального релиза. В Steam пик одновременного онлайна уже улетел до полумиллиона человек и дальше, очевидно, ещё поставит новые рекорды. Из одиночных игр выше по популярности пока Cyberpunk 2077. У неё лучший онлайн достиг одного миллиона пользователей. Hogwarts Legacy официально не продаётся в России, и забавно, что российские чиновники всё равно хотят её запретить. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованием оградить российских детей от игры по вселенной о Гарри Поттере из-за ЛГБТ-пропаганды. Если Hogwarts Legacy из-за претят, это не повлияет совершенно ни на что. Максимум теоретически могут быть проблемы у магазинов, продающих в РФ дисковые версии. Ещё занятно, что разработчик Паркер Хартслер, участвовавший в создании анимаций для Hogwarts Legacy, публично заявил, что не будет покупать игру, потому что не поддерживает Джоан Роулинг из-за её трансфобных высказываний. По словам Паркера, это вторая высокобюджетная игра, в титры которой он попал. Он был техником на съёмочной площадке и помогал актёрам, участвовавшим в записи анимаций. Но при этом он бойкотирует проект. Разумеется, в комментариях многие стали критиковать Паркера за такую нелогичность, ибо как ты можешь делать игру, против которой сам же выступаешь? Но, видимо, позиция позицией, а зарплату получать всё равно хочется. Напоминаем, что вместе с игровой площадкой Diffmark мы разыгрываем пять ключей Hogwarts Legacy для Steam. Поучаствовать в конкурсе может каждый из наших зрителей, кто сделает любую покупку у продавца Fogame хоть на 50 рублей и оставит позитивный и максимально оригинальный отзыв на сервисе Trustpilot. Обязательно в тексте укажите номер своего заказа. Администрация Diffmark выберет самые интересные отзывы и случайным образом определит победителей, каждый из которых получит ключ на Steam-версию Hogwarts Legacy, привязанный к СНГ-региону. Ссылки на магазин и на сервис Trustpilot внизу. Ещё раз, заходите на Diffmark по указанной ссылке, покупаете у продавца Fogame любую игру на ваш вкус, проверяете, что всё работает, потом переходите на Trustpilot по указанной ссылке, пишите номер заказа и свой креативный отзыв насчёт качества сервиса — и всё. Дальше отработает бог рандома. Конкурс заканчивается 13 февраля в понедельник в 18.00 по Москве. При совершении покупки на Diffmark вы можете вбить промокод GSTV, чтобы получить скидку 10% на любой товар. Трискел Интерактив и DotEmo обнародовали восьмиминутный трейлер грядущего ремейка Pharaoh & New Era, в котором подробно рассказали о геймплее проекта, запросто способном украсть у пользователя более ста часов из жизни. Одна из главных особенностей новинки по сравнению с оригиналом — полностью обновлённый интерфейс. Управление городом теперь станет более понятным, а системы зданий построены таким образом, чтобы игроки могли легко выбирать интересующие постройки. Ремейк также вводит важные функции, облегчающие взаимодействие с игрой. Например, опцию «Копировать-вставить», которая позволит быстро построить несколько зданий и улучшить контроль за рабочими. Новая графика — это, как уточняется, не только высокое разрешение с поддержкой 4К, но и переработанные здания. Обновлённая версия Pharaoh будет включать базовую версию игры и дополнение Клеопатра Queen of the Nile. На старте будет 53 уникальные миссии, в ходе которых можно не только строить собственную империю, но и решать головоломки, связанные с эффективным управлением. Также обещан режим песочницы. Выход состоится уже 15 февраля. Креативный директор Frictional Games Фредерик Олсен рассказал много нового о грядущем хорроре Amnesia The Bunker в интервью изданию Dual Shockers. Разработчик сообщил, что в процессе создания каждой части Amnesia команда всегда пытается придумать что-то новое, а не ориентироваться на предыдущие игры. В качестве примера он привёл Rebirth. По его мнению, она значительно отличается от Dark Descent. The Bunker станет первой игрой в серии, в которой не будет систем рассудка и страха, отвечающих за эмоциональное состояние главного героя. Кроме того, во Frictional Games решили отказаться и от пользовательского интерфейса. В центральной части бункера, где развернётся действие игры, будет стоять генератор, обеспечивающий электроэнергией остальные помещения. Нам надо время от времени заправлять его, чтобы не остаться в кромешной темнате. Одной из главных особенностей хоррора станут часы, с помощью которых можно отслеживать внутриигровое время, чтобы лучше ориентироваться во время выполнения заданий. Ещё креативный директор обратил внимание, что долго прятаться от монстров — не самая лучшая тактика, потому что за это время топливо в генераторе может закончиться, что ещё больше усугубит ситуацию. По словам Олсона, возможность использовать оружие в The Bunker будет отлично сочетаться с философией амнезии. Во время прохождения нам не удастся найти слишком много боеприпасов для револьвера, а отсутствие интерфейса позволит сделать атмосферу более напряжённой. Узнать, сколько патронов осталось в барабане, можно только вручную. В The Bunker также будут гранаты, для применения которых необходимо нажать две кнопки — одну, чтобы выдернуть чеку, а вторую — для прицеливания и броска. Единственным безопасным местом в бункере будет административное помещение, которое можно запереть изнутри. Здесь же можно будет сохранить прогресс и заняться менеджментом инвентаря. С началом очередного прохождения расположение предметов, ресурсов, оружия и ловушек будет меняться случайным образом. Олсон заявил, что уже сыграл в The Bunker примерно 20-30 раз, и система рандома делает игру очень увлекательной. Как мы рассказывали в предыдущем выпуске новостей, Frictional Games параллельно занимается и другими хоррорами. В частности, она продолжает делать проекты в духе Сома, полные философских рассуждений. Ubisoft и Pure Arts анонсировали достаточно необычную статую, посвящённую двум персонажам серии Assassin's Creed. Статуя под названием Rip Altair изображает труп Альтаира, героя первой части франшизы и нашедшего его Эцио Аудиторе. Скульптурная группа воссоздает сцену из Assassin's Creed Revelations. В этой игре устаревший Эцио проник в Мессиаф и нашёл скелет Альтаира, сидящий в кресле. В руках Альтаир сжимал печать, пригодившуюся Эцио. Статуэтка выполнена в масштабе 1 к 6 и снабжена светодиодной подсветкой. Светится та самая печать в руках Альтаира. Судя по фотографиям, фигурка отличается высокой степенью проработки. Костяные колени Альтаира выглядят очень реалистично. Фигурка обойдётся в 499 долларов. Покупатели начнут получать свои статуэтки в 2024 году. Их планируется выпустить лишь чуть больше тысячи штук. Creative Assembly сообщила, что в 2023 году для Total War Warhammer 3 выйдет ещё три дополнения, релиз первого из которых намечен на апрель. Геймдиректор Рич Олдридж рассказал, что сейчас команда работает над финальными штрихами следующего DLC. При этом автор знает, что фанаты сейчас находятся не в лучшем расположении духа, те недовольны задержкой дополнения, которые связаны с проблемой доработок режима Бессмертных Империй. По словам Олдриджа, пользователи оценят старания команды, когда увидят готовый результат. Дополнительное время для улучшения нового DLC авторы взяли не просто так. При этом два следующих крупных расширения появятся летом и зимой, а между ними игра продолжит получать различные патчи улучшения. Часть грядущего контента будет ожидаемой для фанатов, но создатели подготовили некие сюрпризы. Группа фанатов выпустила ремастер тактической RPG «Код доступа Рай», оригинальная версия которой вышла в 2002 году. Игру перенесли на чуть более продвинутый движок, взятый у пошаговой тактики 2005-го «Власть закона». Он поддерживает современные видеокарты, операционные системы и разрешение вплоть до 1080p. В ремастере были переработаны все локации, число полигонов в моделях увеличилось до 10 раз, разрешение текстур до восьми раз. Также были исправлены известные ошибки, в том числе вечный промах и логика квестов. Ремастер доступен бесплатно. Nintendo, несмотря на уход с российского рынка, все же переведет на русский язык игру The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ее релиз запланирован на 12 мая эксклюзивно для консоли Switch. Также подтвердилась информация о желании Nintendo поднять цену на крупнейшие игры. В честности, Tears of the Kingdom будет стоить как минимум 70 долларов США, в отличие от других AAA-игр японского платформодержателя, которые продолжат продаваться за 60 долларов. Sony Pictures опубликовала тизер Resident Evil Death Island, седжая продолжение фильма Resident Evil Vendetta. По сюжету Леон Кеннеди выполняет операцию по спасению доктора Антонио Тейлора из рук похитителей, а Крис Редфилд пытается разобраться в причинах вспышки заражения в Сан-Франциско. Оказывается, что всезараженные недавно посетили Алькатрас, где и развернутся основные события картины. Фильм выйдет в цифре летом 2023 года. Blizzard и издательство Inside Editions анонсировали кулинарную книгу вселенной Diablo. В Diablo The Official Cookbook войдет больше 60 рецептов, вдохновленных играми этой серии. Составители книги обещают, что с помощью этих блюд игроки смогут насладиться пищей небес и узнать, как выжить в ужасном мире Diablo. Блюда, отсылающие к преисподней, в кулинарной книге тоже появятся. Ни обложки, ни имени автора пока нет. Зато уже известно, что Diablo The Official Cookbook состоит из 192 страниц, но примеры рецептов не публиковались. Каждый рецепт обещают снабдить фотографиями. Выпуск готовится на 24 октября этого года, спустя несколько месяцев после релиза Diablo 4. Стоит книга будет 35 долларов. Разработчики из студии Dontnod, которые когда-то подарили нам эпизодическое приключение Life is Strange, анонсировали свой новый проект. Игра получила название Harmony The Fall of Reverie. В ней вновь делается основной упор на повествование. Отличительная особенность Harmony The Fall of Reverie — визуальный стиль, который отличает её от предыдущих проектов студии. Действие игры происходит в будущем, где мегакорпорация контролирует жителей города Альма. Главную героиню зовут Полли. Она возвращается домой после пары лет отсутствия в поисках пропавшей матери. Очень быстро Полли понимает, что её родные места изменились до неузнаваемости, но одно большое обстоятельство вносит свои коррективы. Дело в том, что Полли обладает уникальной способностью заглядывать в другой мир, где обитают, представьте себе, сущности, вдохновляющие человечества. Хаос, слава, блаженство, власть, связь и истина. Сама героиня превращается в богиню-гармонию, ей предстоит выбрать сущность, которая и будет управлять остальными. Баланс между мирами в какой-то момент начнёт рушиться с невероятными последствиями. Полли, она же Гармония, будет вынуждена постоянно принимать непростые решения, которые откроют для неё разные пути развития двух вселенных. Звучит это всё запутанно, но для нас важно знать, что Harmony The Fall of Reverie — игра про выбор и последствия, как и принято у разработчиков из Dontnod. Приключение должно порадовать удивительной историей с харизматичными персонажами, уникальным визуальным стилем, что понятно уже и сейчас, а также саундтреком от композитора Лены Рейн. Релиз должен состояться в июне текущего года на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.